Почему в первой главе книги «Бытие» Бог говорит человеку и зверям есть травную пищу? Почему ничего не сказано о пище животной? Значит, это очень важный вопрос, огромной важности, очень сложный. Очень сложный, но важный, очень сложный. Значит, ответ состоит в том, что в таре, именно в еврейской традиции, есть идеалы, которые не следует пропагандировать и разъяснять. Потому что все должны дыраться сами. А есть, например, допустим, нельзя воровать. Нужно ли всем объяснять, что нельзя воровать? Ответ – да, конечно, нужно всем объяснять, что нельзя воровать. Потому что запрет воровства – это то, что нужно распространять, конечно, и всем объяснять, диким племенам. Нужно ловить их запугаются, объяснять диким племенам, что не надо убивать, не надо воровать. И если там кто-то болен, то надо его лечить, а не убивать, чтобы племя пошло дальше. То есть, запрет убийства, воровства – это то, что нужно всем-всем объяснять. А есть другие идеалы, которые настолько тонкие и сложные, что их не нужно пытаться объяснять и не нужно пытаться их продвигать сами, когда человек дорастет и поймет. Правильно, одно из этих вещей это то, что не нужно есть животных. Есть животных, в этом есть некая фундаментальная плохость. Потому что, хотя, конечно, животный это не человек, и в общем заездить можно, но не надо думать, что это все хорошо. Поэтому в иудаизме есть идеал вегетарианства, который не следует продвигать и его разъяснять, внутри даже иудаизма, пока человечество само не дорастет. Это тот самый конфликт? Нет, 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 секунду, секунду, это не тот конфликт. Теперь, теперь, эта вещь, еда, мясо, она допускается, не являясь идеальным. Идеально это сад, а вынуждена есть мясо после потопа, на самом деле. После потопа, когда выяснилось, что человечество начинает животных ставить на один уровень с человеком, что тоже плохо. Чтобы подчеркнуть, что травятся животных можно есть. Но чтобы мы не подумали, что это все хорошо, для этого нельзя есть крови. Запрет есть кровь, он должен тебе все время показать, что это нехорошо. Теперь, как вы знаете, еврейская традиция запрещает смешивать мясное с молочным. Объяснение этому такое, что мясное – это результат убийства. Разрешенного убийства, допустимого, но все же убийства. А молочное – это результат грабежа. Разрешенного грабежа, но все же грабежа. Да, да, молоко. Молоко вообще принадлежено совсем не для этого, чтобы ты из него делал сыр. Поэтому разрешается убивать животных, разрешается грабить животных. Но не нужно думать, что это все хорошо. Для этого не едят мясное с молочным вместе. Понятно? Вот, теперь. Но это относится тех вещей, которые не надо учить людей, пока они сами не доросли. Потому что это связано с очень глубокими вещами. То есть нельзя запретить это. Есть некая природа, которая должна дорасти у человека того, что он сам не будет есть мясо. На эту тему, кстати, может быть, есть очень важное объяснение, что, скажем, в храме приносятся животные и жертвоприношения, как вы знаете. Вопрос, если храм будет восстановлен, будут ли приноситься животные и жертвоприношения. Ответ такой, что это зависит от того, перейдет ли чечество на вегетарианство. Если человечество само ест мясо, то оно и на жертвенник приносит мясо. Если человечество само уже мясо не ест, то и на жертвенник мясо не приносится. Растительное. Теперь, вопрос технический. Как вы считаете, сколько... Это уже относится к футурологии, а не к лекции. Не к комментарию, но реальный вопрос. Сколько осталось примерно, ну так, глупая оценка, человечеству до полного перехода на вегетарианство? Это десятки лет, сотни лет или тысячи лет? Ответ, конечно, десятки. По одной простой причине. Вы понимаете, что, скажем, технология сегодня позволяет сделать вегетарианское мясо неотличимое от природного. Не соевое, а неотличимое. Только пока что дорогое. Но стоит там шница 10 тысяч долларов, грубо говоря. Но технология через несколько десятков лет с такой скоростью дешевеет. Через пару десятков лет производство всеобщее настоящего мяса, неотличимого от природного, но взятого не от убийства животного, а от выращенного в пробирке, станет настолько всеобщим и дешевым, что просто человечество перестанет производить реальное мясо и перейдет на вегетарианское. То есть, оно будет есть мясо, только вегетарианское. Что-что? Потому что человечеству хочется, жертвопривычки, еда и так далее. Но оно будет, по сути, свое другое. То есть, технология, человек перейдет на вегетарианство, я думаю, это мое у меня, следствие технологии. Поэтому я лично, я лично очень хотел бы восстановление храма и очень не хотел бы восстановление жертвоприношений. Поэтому я надеюсь, что это приведет на вегетарианство и раньше, чем будет построить храм.